Карате со временем становится мягче, что люди, которые приходят сейчас, они не такие, не способны на такие жесткие тренировки, как были раньше. С вашей точки зрения, эти тренировки, ваши тренировки, тренировки сэнсея Морио Хигаоны, они изменились? И ваших студентов, они изменились или они остались такими же жесткими, как были, когда вы начинали тренироваться? Да. Я вспоминаю, в 70-е годы были очень-очень-очень тяжелые тренировки, потому что я был молодым парнем, и во мне было полно энергии. Очень много было критировочных тренировок, и мы повторяли, повторяли и повторяли техники, чтобы понять, что лучше для нашего карате. Когда дело подходило к 80-м и 90-м годам, после 35 лет тренировок, я чувствовал, что мы накопили большой опыт и знания, и нет смысла так тяжело и много тренироваться, нет смысла идти методом проб и ошибок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но, с другой стороны, есть процесс получения знаний, например, когда ты тренируешься сэнсеем Хигаона. Я езжу на Окинаву каждый декабрь, и там 2 часа утром и вечером проходят тренировки, но на самом деле 4 часа утром и 4 часа вечером. И все равно, наверное, этого где-то не хватает. На европейских семинарах мы тренируемся 7 дней, в неделю по 4-5 часа в день. Это очень трудно. Но, в конечном счете, очевидно, это вызов для нас, и после окончания тренировок вы получаете удовлетворение от выполненной работы. Мы все видели руки сэнсея Хигаона. Это совершенно страшное оружие, один взгляд на который приводит в ужас и в дрожь буквально всех. Вот ваши руки, они не настолько набиты, как у сэнсея Хигаона. Насколько вы считаете важным тренироваться с Макиварой в годзюрю каратэдо? Макивара для сэнсея Хигаона – это его страсть. Его страсть – это бить по камням. Да, это страсть Хигаона-сэнсея. Некоторые люди впадают в панику, когда видят это. Они спрашивают, что происходит с вашими руками? Но он ужасно тяжело тренируется каждый день, всю неделю. С 1977 года, с момента, когда я знаю сэнсея, он постоянно тренируется. Спит ли он, ест – неважно. Когда бы я ни видел его, он тренируется, тренируется, тренируется. Я думаю, поэтому многие люди любят и уважают его, потому что он простой человек и очень, очень целеустремленный человек. Может быть, вы немножко приоткроете завесу тайны, как вы нарабатывали свой совершенно чудовищный удар? Это Бог. Послушай, я сейчас расскажу. Кое-что заложено в моей природе. Сожми зубы. Стой и сожми зубы. Посмотри, слон является той причиной, которая может заставить тебя нервничать. Но, тем не менее, маленькая пчела тоже может заставить вас волноваться. Каждый злое существо имеет свое качество. На самом деле, удар развивался в том окружении, в котором я родился и развивался. Я работал в Лондоне, на мясном рынке, и мне приходилось переносить день 120 тонн. И в процессе я постоянно бил по замороженным тушам. И вот когда я научился ломать ребра через замороженный слой жира, вот тогда я и понял, я сломаю любого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там я приобретал базу, но также сказали 40 лет тренировок. Многие боксеры, многие мастера борьбы работали вот так на мясных рынках, потому что это натуральная подготовка. Сунцей, а люди, которые не имеют возможности работать на мясных фабриках, что им делать? У нас есть различные методы тренировки в кинавском карате. Спасибо за снимем! Сусь! Играю! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Например, у нас такие вещи, как кище. Они имеют палку для того, чтобы их держать. И это развивает предплечье для того, чтобы мы использовали руки для захвата здесь, здесь, здесь. Это очень важный момент, потому что после блока мы можем захватить. Это развивает предплечье. Также мы имеем исисаси, для развития верхней части тела. Это очень-очень хорошее упражнение для тренировок. Отдельно можно тренировать и ноги. Это очень недорогие штуки, поэтому каждый может их купить. Я знаю очень много людей, которые покупают мультитренажеры и никогда в жизни ничего не добиваются. Используют его один-два раза и больше не притрагиваются к ним. Некоторые люди не имеют много места для тренировок, а вот традиционные способы дают большие возможности. Это интересно для всех людей, не только для Окинавого Годжирю. Сенсей Эндрюс преподает во многих странах. В 2002 году вместе со своими старшими учениками он создал ассоциацию традиционного Окинавского Годжирю карате, чтобы сохранить и продолжить традицию обучения сенсея Морюхи Гаун. Сейчас он обладатель седьмого Дана. Но что на самом деле является важным для самого сенсея? Мяги Чюджин никогда Данов не присваивали, но сейчас общество развивается. Люди хотят видеть цель, хотят наград за то, что они делают. Поэтому по мере прогресса общества были введены пояса. Сейчас у меня седьмой Дан и мне 58 лет. Я не думаю о себе как о седьмом Дане. Я думаю о себе как о простом человеке. И сейчас я чувствую мой путь, мое испытание – это помощь детям. Я стараюсь помочь им достигнуть того, что достиг я. И особенно детям, которые не из богатых семей, и у которых не так уж много шансов выбиться в жизни. И последние мои слова – это, конечно же, нашим телезрителям. Вы все видели сами, вы все слышали сами. Думайте, тренируйтесь. И, может быть, вы когда-нибудь станете такими же, как сенсей Джордж Эндрюс. Сенсей, спасибо большое. Спасибо за разговор. Спасибо большое. Продолжение следует. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует.